Доброго дня, почтеннейшая публика, мы снова на YouTube-канале Марка Солонина, я по-прежнему нахожусь в процессе движения, я еще не в Израиле, мы продолжаем, естественно, обсуждение главной темы, это того возобновления боевых действий, которые там произошли, начиная с 7 октября. Ну, вчера, для вас, возможно, будет позавчера, у нас на канале уже был большой мой материал, был большой мой монолог, в котором я высказал свое представление о том, в чем причины, в чем истоки имеющихся проблем. И, по-моему, даже не очень это говорил о том, как их можно решить, но примерно была понятна моя позиция, она далеко не единственная, мягко скажем, она далеко не единственная, поскольку древние римляне учили нас, что должны быть представлены, по крайней мере, две точки зрения, то сегодня у нас, у вас, почтенная публика, будет возможность выслушать весьма авторитетное мнение чрезвычайно уважаемого человека, который имеет существенно другой взгляд на пути выхода из этой ситуации. Глубоко уважаемый Миша Шаули, добрый вам вечер. Добрый вечер. Пару слов, почтеннейшая публика, кто наш глубоко уважаемый гость? Миша Шаули – это не панибратское обращение, это так, он записан в израильских документах, в Израиле есть порядок такой, он закреплен в законе, что приезжающий репатриант может изменить то имя, которое у него было, и фамилию там, в рассеяние, в изгнании, и может принять то, которое он считает более благозвучивым с точки зрения иврита. А поэтому нашего гостя во всех документах официально зовут Миша Шаули. Я имею честь быть знакомым с этим человеком с 2004 года, это уже очень давно, это очень давно. Мы прекрасно понимаем друг друга, я знаю его позицию, он знает мою позицию, поэтому я думаю, это едва ли не оптимальный вариант, когда люди с существенно разными взглядами на этот очень непростой вопрос могут общаться, не кидаясь друг с другом тапками, табуретками и так далее. В нескольких словах Миша, тогда он по-другому, Шаули назывался, чуть-чуть по-другому, родился в Киеве, в Киеве стал участником, Сианинского, оно было подпольное в Советском Союзе, движение, примерно год был в отказе, в 1972 году, когда были все эти попытки, разрядки, получил возможность репатриироваться в Израиль, 24 октября 1973 года был призван в армию, но именно в этот день египтяне подписали соглашение о перемирии, таким образом Миша не участвовал в войне 1973 года, чуть на нее не успел, всю свою трудовую биографию в Израиле он работал в полиции, где дослужился до звания полковника полиции, что по израильским меркам это очень высокий уровень, после чего 4 года с 1998 по 2002 работал в Москве, это называется полицейский атташе, то есть представитель израильской МВД, соответственно, в России для решения каких-то совместных вопросов, после этого в отставке он сейчас занимается самой разнообразной общественной деятельностью, в том числе у нее есть определенные мысли по поводу того, что и как надо менять в израильском законодательстве, там у нее соответствует некая такая общественная форма, скажем так. Ну вот, собственно говоря, я представил нашего гостя, еще раз повторяю, человек не только проживший очень много лет в Израиле, но и в этом Израиле, в общем-то, занявший немало места с точки зрения уровня решения задач, которые перед ним были, которые он решал. Длинное мое, длинное мое вступление, я все-таки еще хочу теперь, приходя к теме, сразу же отметить, ну, сейчас Миша будет иметь возможность меня поправить, если ошибаюсь, думаю, надо начать с того, в чем мы, безусловно, совпадаем. Начинаю загибать пальцы. Первое. Мы с Мишей абсолютно твердым убеждены в том, что Израиль имеет право, еврейский народ имеет право иметь свое государство, это государство Израиль, да, оно же находится там, где оно сейчас находится. Его право находиться на этой земле закреплено всем, что произошло в 20 веке, начиная от декларации Бальфора, раз, два, три, четыре войны, в которых он победил отража агрессоров, то есть его право на существование на этой земле у нас не вызывает малейших сомнений. Это первое. Второе, в чем мы абсолютно едины с Мишей, в том, что это должно быть еврейское, светское, демократическое государство. Все три пункта абсолютно и в равной мере являются первостепенными. Еврейское, светское, демократическое. Если я правильно понимаю, Миша, я не ошибся, и уж в этих-то пунктах мы с вами точно осводимся. Вы правы. Отлично. Тогда я бы и вас попросил еще, может, что мы добавим, что я упустил по поводу того, в чем мы сходимся. А дальше начнем смотреть, в чем у вас другая позиция по поводу этих вопросов. Я основываю свои пункты на вашей лекции, на вашей последней лекции о войне Израиля. И я согласен, во-первых, что британский мандат подло препятствовал эмиграции евреев в строящийся им национальный дом, при этом смотря сквозь пальцы на проникновение арабов из окружающих стран в подмандатную Палестину. Это во-первых. Во-вторых, когда в 1949 году государство Израиль пришло к соглашению о прекращении огня с государством стран Сайордания и с королевством, Израиль был нищен, Израиль был истощен войной независимостью, Израиль был истощен абсорбцией сотен тысяч нищих еврейских беженцев, в основном из арабских стран, из Европы тоже. И Израиль был вынужден согласиться на прекращение огня с Иорданией, незаконно захватившей Иудею и Самарию. С этим я вам согласен полностью. Я хотел бы только добавить от себя, что когда он, Израиль, обменивал территории с Иорданией, с королевствами Иорданией, то Израиль передал Иорданией свои незаселенные земли, а сам взял себе земли с живущими на ними десятками тысяч арабов, которых Израиль сразу сделал своими гражданами. И мне кажется, что это лиха беда начала. И в-третьих, я согласен с вами полностью, что после того, как Организация Объединенных Наций признала беженцами около 400 тысяч арабов, которые перебрались из воюющего Израиля в напавшие на него арабские страны, то с тех пор, признав их беженцами, Организация Объединенных Наций не только их кормит, но и незаконно признала беженцами все их будущие поколения. В то же время около 700 тысяч евреев изгнанных вследствие той войны из арабских стран он беженцами не считает. В общем, в этом я с вами согласен. Маленькое уточнение первое для публики, поясняя, что идея Самария – это то, что в более привычных вам терминах называется «Западный берег реки Иордан». То обмен территориями, которые Миша сказал, если, Миша, я правильно понимаю, это небольшие были какие-то кусочки. Вообще, где это хоть было, в каком месте это все произошло? Это было на северной центральной части Израиля, во-первых, возле того города, где я живу, к Фарсабе, там были определенные арабские поселения, и дальше на север-восток вдоль дороги, которая ведет в Израильскую долину. Ну, понятно. То есть, это не какие-то глобальные обмены, потому что публика может понять, что имел место в какой-то глобальной большой обмене. Это было небольшое уточнение линии разграничения относительно той линии, на которой зафиксировался фронт. У нас об этом и говорили, войне за независимость. И, соответственно, та линия, которую я вам показывал в своей прошлой лекции, которую советское правительство до 1980 года упорно считало территорией Иордании. Замечательно. Я только хотел бы заметить, что, к сожалению, это было неполный обмен населениями. Да, неполный. Теперь я хочу, прошу вас, Виша, максимально, так сказать, я не буду перебивать. Сформулируйте, объясните, с чем вы не согласны, что вы считаете неправильным в рамках, например, того, что я говорил в предыдущей беседе. Марк, в вашей лекции вы очень подробно, ну, не очень подробно, потому что лекция ограничена временем, но вы рассказывали о том, что виноваты правители Израиля, предыдущие, может быть, даже настоящие, в том, что они отказывались от территории. При этом вы совершенно игнорировали или просто забыли, не знаю, как это назвать, я человек вежливый, арабов, которые на этих территориях живут. Или, иными словами, вы говорили о географии, вы считали, что приобретение территорий – это всегда хорошо, а отказ от территории – это всегда плохо. Я прошу прощения за обобщение, я это так понял. И вы не говорили о демографии, я же считаю иначе. Поэтому, позвольте, некоторые исторические данные, которые будут говорить и о демографии тоже. Вы привели таблицы о арабском населении, еврейском сперва, а потом о арабском населении Израиля, до 2020 года, если я не ошибаюсь. Я хотел бы добавить. В 1949 году в Израиле жило 122 тысячи мусульман, граждан Израиля, которые составляли 11% населения страны. Я говорю о мусульманах, потому что две другие главные группы арабов – это друзы, которые, правда, не любят, как их называют арабами, но их язык арабский, их культура арабская. Ну, друзы, хорошо, скажем, по религиозным признакам. И вторая группа – это христиане. Христиане очень отличаются от мусульман, и поэтому я не буду о них говорить, их меньшинство, их очень мало. Поэтому я повторяю. В 1949 году в Израиле… Слушай, уточняю просто. Вы говорите про арабов-христиан, которые отличаются по менталитету от арабов-мусульман. Это не вообще христиане. Там много христиан на святой земле. Или человек об арабах-христианах? Да, не так уж много, кстати, кроме арабов. Я бы назвал армян только, пожалуй, ну и некоторых в последние годы христиане, которые приехали из бывшего Советского Союза. Короче говоря, в 1949 году с подписанием линий прекращения огня, то есть, грубо говоря, границ тогда, в Израиле жили 122 тысячи мусульман, которые составляли 11%. В 2020 году их уже было 1669 мусульман, арабов, и они составляли 18%. При этом нужно учесть, что иммиграции в Израиль мусульман не было никогда. То есть, весь этот сумасшедший рост арабского населения, результат их очень высокого деторождения. Простите, уточняю, вы оговорились, миллион шестьсот шестьдесят девять, да? Да, да, миллион шестьсот шестьдесят девять. Ну, то есть, примерно в десять раз. Примерно в десять раз. Запишал тысячами, то есть, больше, чем в десять раз. Я бы сказал, почти в тринадцать-четырнадцать раз увеличилось без иммиграции. Ну, что еврейское население тоже очень увеличилось, но у нас это в основном было за счет иммиграции, алия, как это у нас называют. Дальше. Шестидневную войну мы аннексировали сразу же, очень скоро после победы в Шестидневной войне, мы аннексировали Иорданский Иерусалим. Иорданский Иерусалим занимал шесть и четыре десятых квадратных километра. Из них один, кстати, старый город за стенами, это один квадратный километр, но это маловажно. После победы мы аннексировали и присоединили к нашей столице не только эти шесть и четыре десятых квадратных километра, но еще шестьдесят три, которые никогда Иерусалимом не были. Это были деревни. Нам очень хотелось, мы их присоединили, и эти деревни назвали Иерусалимом. Теперь там живут более трехсот шестидесяти, я думаю, в двадцатом году, я думаю, сейчас уже приближается к четырнадцатам тысячам число арабов в объединенном Иерусалиме. Их статус. Все они имеют право на израильское гражданство. То есть у них всех есть статус постоянного жителя Израиля. Из них около двадцати тысяч только потребовали и получили, конечно, израильское гражданство. И они полноправные граждане, как я. А остальные, скажем, триста восемьдесят тысяч, имеют все экономические права. То есть они могут жить, снимать жилье, покупать жилье и работать везде, в любой точке Израиля, в Иллати, если захотят. Они обучаются за счет израильского правительства. Кстати, по иорданским программам школьным, но за счет израильского правительства. Они получают медицинское обслуживание, как все израильтяне, платя копейки за это. И они могут избирать и избираться в местные власти, в том числе в Иерусалиме. Кстати, в ближайших выборах в конце этого месяца один из них выставил свою гандидатуру в мэры Иерусалима. Но они не имеют права избирать и избираться в Кнессет. Экономически они, как и большинство арабо-мусульманских граждан Израиля паразитируют на наших налогах. Что значит паразитируют? Налоги, которые они платят, чрезвычайно низки, а получают они намного больше, получают они точно так же, как все остальные граждане Израиля. Всего под нашей властью, то есть граждане Израиля плюс арабский Иерусалим 2 миллиона 30 тысяч арабов. Повторяю, их темп размножения значительно выше, чем среднееврейский темп размножения. Нынешнее правительство и его электорат, будем считать, кстати, они говорят, мы большинство, мы большинство, но нужно учесть, что они получили лишь 48 процентов всех законных голосов. Остальные получили больше голосов, но не добрались до барьера и прочее, но не важно. Они большинство, они законно избранные правительства, я с этим совершенно не спорю. Это правительство хочет аннексировать и Иудею, и Самарию, и вот буквально на этой неделе один из очень важных членов нашего парламента, он председатель законодательной комиссии парламента, он даже говорил, что нужно аннексировать и газы. И поэтому они отвергают возможность создания палестинского государства в Иудее и Самарии, не знаю, как в Газии. и для этого им очень важно было поддерживать Хамас. Кстати, о Хамасе у меня тоже есть определенные личные воспоминания. Поделись. Где-то в 87-м году я был курсантом высших офицерских курсов израильской полиции и выступал перед нами с лекцией высокопоставленный офицер нашего Шабака, то есть службы внутренней безопасности, который отвечал за газу. Он с гордостью рассказывал, что правительство, тогда еще не правительство, Данияо, поручило Шабаку обуздать и помешать тому, чтобы Организация Освобождения Палестины, которая являлась сейчас и является политической организацией, чтобы эта Организация Освобождения Палестины не так сильно влияла на население в газе. Я не знаю, что тогда было в Юге и Самарии, он нам рассказывал про газу. И вот тогда наша общая служба безопасности нашла очень интересный метод, как обуздать грубо говоря Арафата. Для этого они помогали, подкармливали и всяческим образом содействовали действию очень хорошей, очень спокойной, религиозной мусульманской организации. Догадайтесь, как она называлась тогда? Догадались. Хамас. Хамас. Потому что считали, что если это религиозная организация, ее бояться нечего. Что произошло с Хамасом, мы видим сегодня. Проблема в том, что нынешнее правительство в течение многих лет поддерживало Хамас. Причем поддерживало Хамас с одной стороны, заявляя о том, ну может быть действительно, не просто заявляя, действительно веря в том, что Хамас, который победил на выборах в Газе и потом выбросил оттуда, причем жестоко, выбрасывая из окон сотрудников и чиновников правительства, которое сидит в Рамале, в палестинской автономии, Хамас Хамасу очень важно, чтобы экономическое положение в Газе не ухудшалось, и это для того, чтобы население их поддерживало. Поэтому в течение многих лет, то есть, может быть, это правда, или, во всяком случае, так откровенно и открыто говорило наше правительство. Для этого мы даем все больше и больше разрешений для рабочих из Газы переходить границу и работать в Израиле, и они, кстати, из своей зарплаты выплачивают налоги Хамасу, ну и вообще уровень жизни повышается, потому что в Израиле они зарабатывают намного больше, чем могли бы зарабатывать. В Газе там жуткая безработица. Израиль поставляет в Газу электроэнергию от нашей электрической станции. Израиль поставляет, поставлял, с прошлой недели это прекратилось. Воду, потому что в Газе нет собственных оросительных и они выкачивали из-под земли из-за эквиперов газа и, собственно говоря, там грозит им жуткая катастрофа в этом смысле, из-за усоления подводных эквиперов. Ну и, короче говоря, помогали Газе таким образом существовать. Это с одной стороны. А с другой стороны, учитывая то, что Хамас противник палестинской автономии, то господину Натаньяу и не только ему было очень важно, что палестинская администрация постоянно ругалась и воевала с Хамасом. и тогда можно будет говорить, что палестинская администрация, которая более или менее в определенных условиях могла бы заключить с нами договор какой-то о создании палестинского государства, естественно, демилитаризированной и прочее, прочее, то если Хамас, который, кстати, очень усиливается и в Юдии, и в Самарии, то мы можем продолжать говорить, что не с кем говорить. То есть это очень важно. Я говорю это неголословно, есть многочисленные цитаты и самого господина Натаньяу, и людей из-за границы, которые с ним беседовали, и он именно это говорил, что для того, чтобы не было палестинского государства, мы должны помочь Хамасу. Кстати, вам, как историку Второй мировой войны, может быть, это напоминает то, как товарищ Сталин до июня 41-го года очень заботился о том, чтобы ни Германия не победила Англию и Францию, ни Англия и Франция не победила Германия. То есть пускай они между собой дерутся, и тогда все будет хорошо. Может быть, это натянушки. Я обещал не мешать и не перебивать, но все-таки я бы аккуратно попросил. Я думаю, что внутри политическая борьба в Израиле не должна никого сильно интересовать, кроме граждан Израиля, а граждане Израиля составляют очень малую часть нашей аудитории. Мы говорим с людьми за пределами Израиля, они не обязаны не знать фамилии, кто там как называется, не знать название партии, которые как-то представлены в Кнессете. Мы обсуждаем Израиль, его истории, его сегодняшние, возможно, его будущие пути, как сделать это будущее лучше. Фамилии, вот я просто вас хочу попросить, чтобы фамилия звучала как можно меньше, чтобы наше обсуждение не превращалось в элемент той ожесточенной политической борьбы, которая происходит внутри Израиля. Мы не при той аудитории с вами беседуем. Постараюсь. Вот и все, что я хотел сказать. Нет, мы только подошли. Наша правительство явно ошиблась в намерениях Хамаса. Оно считало, что Хамасу достаточно поддерживать или даже улучшать немножко уровень жизни своих избирателей и поэтому он на Израиль нападать не будет. А если будет нападать, то немножко и мы немножко будем отвечать, но главное, чтобы он в Хамас жил. Ошиблись мы. Окей. Окей. Я тогда предлагаю за предание некоторой стройности давайте мы с вами вернемся в Осло. о соглашении Осло. Сразу же я, ну, дело даже не в том, возможно, я некорректно выразился, безусловно, речь, ну, моя позиция заключается не в том, возможно, я ее неправильно как-то выразил, не вполне внятно, дело не в том, что территория важнее людей, которые на ней живут. Я действительно считаю, что соглашение Осло это чудовищное, это начало тяжелого пути, который катился вниз, это ошибка, это тяжелейшая ошибка, которая стала, зернышем из которого вырастало все следующее. А проблема не в территории, а проблема в том, как раз таки, здесь мы с вами почти говорим одно и то же, проблема территории не создает проблем. Я много раз говорил, что применит такая история Второй мировой войны, пространство не сопротивляется. сопротивляется или не сопротивляется армия, которая воюет на этом пространстве. Дело не в территории, дело в людях. И дело в том, кто будет осуществлять, скажем, прямо контроль, контроль за поведением, действием, образом жизни этих людей. Это будет определять еврейское государство Израиль, или это будет определять какая-то какая-то арабская администрация, протогосударство, пологосударство или даже со всем государством. Смысл соглашения Осло, как я это понимаю, был в том, что население, арабское население, на определенных территориях, где СМР, было выведено, в значительной степени выведено, с ней полностью, из-под контроля израильской, израильского правительства, израильских сил безопасности. Я понимаю, что вы скажете, что там рейды производят, но это производят рейды, это уже, понимаете, тушение пожара. Если туда надо с риском для жизни людей спецназ заводить, спецназ кого-то ловить, вытаскивать, это уже тушение пожара. А то есть, там появилось 10 тысяч палестинской полиции с оружием, с каким-то протогосударством, с возможностью получать миллиарды, миллиарды от внешних спонсоров, и вот это вот, ну, такая вот, да, я сказал, еще раз повторяю, раковая опухоль внутри израильского еврейского государства, она начала разрастаться, если не географически, то с точки зрения своего усиления. В этом я вижу принципиальную ошибку, и мне представляется, что на той территории от реки Иордан до моря, это очень маленькая территория, 60 километров, по-моему, всего-то эта полосочка, на этой территории для двух государств места нет. В этом суть дела. Не в том, чтобы Израиль еще что-то там нарезать, какие-то гектары, слава богу, компьютерщику не надо много гектаров, а дело в том, что появляется еще одна структура, еще один центр силы, и дальше в какой-то момент мы можем получить, что этот центр силы будет направлен как бомба, заложенная во внутрь израильского государства. Вот что я имею в виду, вот почему я считаю соглашение Осло чудовищным поражением и ошибкой, с которой все выросло. Ваше мнение. Намерения были хороши. И позвольте опять же вернуться в любимую вами и мною Вторую мировую войну. Намерения Чемберлена, я не помню, кто там был со стороны Франции, и Деладье, намерения были хорошие. результат был плохой. Что касается Иугея и Самарии, вы назвали Иугея и Самария частью Израиля, я их не считаю частью Израиля, потому что там живут на сегодняшний день уже сколько, миллиона арабов и, к сожалению, поселенческое движение, которое считает, что эти земли даны нам самим Богом и требуют селиться там без ограничений, что практически они и делают. Причем селятся они таким образом, чтобы будущее палестинское государство, администрация, я не знаю, как ее назвать, чтобы у нее не было связи между ее отдельными частями, то есть, чтобы она практически не могла функционировать. Это во-первых. Во-вторых, это требует огромных усилий израильской армии, израильской экономики. мы там держим очень много войск, которые охраняют эти поселения. Эти поселения абсолютно ничего не добавляют к нашей безопасности, наоборот, они требуют огромного числа защитников, солдат, подразделений полиции и прочего. Если мы это свяжем с тем, что произошло в Газе, то дивизия, которая была, которая базировалась на границе Газа и должна была немедленно вступить в действие, практически вся эта дивизия была переведена в Иудею и Самарию для того, чтобы охранять молящихся израильтян, которым обязательно нужно было помолиться на месте, которым, я считаю, что там могила нашего праотца Йосифа, нашей праматери Рахили, и другая группа решила праздновать праздник Торы именно в арабской деревне, в которой постоянно есть террористические акты, потому что именно через нее проходит главная дорога к израильским поселениям. Я хотел бы напомнить, что Израиль никогда не аннексировал, никогда не объявил эти территории своими, то есть Израиль юридически признает, что это не Израиль, что это заграница, как и Газа. Палестинское государство или автономия, не знаю, как ее называть, не важно, какое-то я уже забываю русский, но я знаю, как назвать наеврит, то есть безусловно оно должно быть демилитаризировано, кроме полицейских сил. Есть еще один вариант, который разработала, озвучила, вы просили без имен, но она доктор Иннат Вильф, и я поддерживаю ее точку зрения, что пока палестинцы не согласятся на наши требования к существованию собственного, я не знаю, как называть по-русски, государства, в кавычках государства, то есть демилитаризованного, там еще всякие и наши базы наблюдательные, и базы на их территории, и прочее, прочее, и не вхождение в договоры, то до тех пор мы должны быть военным, военное присутствие, военная оккупация, военное присутствие без военного управления, потому что нам это не надо, извините, тратить наши деньги, то есть военное присутствие, военное присутствие это по всем международным, нет международных законов, по всем конвенциям военное присутствие Это легитимно, вполне легитимно. Но когда на одной и той же территории проживают два явно различных населения, и у одного есть определенная судебная система, а у другого ее нет, у другого другая система, и есть права, а у других ее нет, при всем моем нежелании в течение многих лет называть это апартеидом, я это назову прото-апартеидом. А это плохо. Израиль слишком маленькая страна, чтобы рисковать международным бойкотом. Окей. Сразу два пункта. Будем двигаться по порядку. Вы сказали, что наличие там, извиняюсь, извиняюсь за такой оговорок, наличие там еврейских поселений, создают уйму проблем, потому что надо контролировать дороги, которые ведут к этим поселениям, надо охранять эти поселения. Я с вами... Ну, во-первых, это факт, это реально факт, его нельзя отрицать. Я бы только объяснил этот факт, как-то сформулировал его существование по-другому. Очень трудно сидеть на двух стульях. Даже замечательная седушская поговорка. Метан Тухас, он свой хасанец. Вот невозможно сидеть на двух стульях, невозможно стоять в раскорячку, невозможно перепрыгивать через пропасть двумя прыжками и много всяких народных выражений. Или, или. Совершенно верно. Сейчас ситуация и не то, и не то. То есть, с одной стороны, там есть вот эти очаги еврейских поселений, с другой стороны, вокруг вся этой территории, вроде как подконтрольно Махмуда Аббасовна, руководителя нынешней палестинской администрации, да, получается такая вот расколотая, невнятная ситуация, которая поглощает огромные ресурсы. А дальше из нее, возможно, два выхода. Не надо сидеть на двух стульях, надо сесть на дно. Надо или на забор, или перелезать на эту сторону, или на ту, или не висеть на заборе, или на кольях. Вы говорите о том, что надо просто и ясно надать это делом под создание палестинского государства. Вы этого не сказали, но это очевидно. Значит, надо вывести оттуда еврейские поселения, что тоже имеет свою цену. Как бы вы, я, кто угодно, не относился, но там живут, я так понимаю, больше сотни тысяч евреев, и мы получаем конфликт внутри еврейского общества, еврейской части населения Израиля. Причем сильнейший конфликт. Абсолютно неважно, кто прав в этом конфликте. Мы получаем сильнейший конфликт среди своих, с другой стороны, на этой территории, на которой может возникнуть израильское государство. Собственно, оно уже почти существует. Они вообще считают, что они уже существуют. По-моему, в Москве даже так считают. Я не понимаю, вы сейчас, пожалуйста, поясните, а что мешает, что остановит те разрушительные процессы, которые вы упомянули. То есть, колоссальная рождаемость, о чем я говорил, если Иерафат, чтобы ему перевернуться в аду, что наше самое главное оружие, это не автомат Калашникова, а арабская женщина, чрево-израильской женщины, извините, арабской женщины, население этого крохотного государства будет нарастать. Это государство, лишенное выхода к морю, лишенное даже питьевой воды, не имеющим никаких ресурсов, будет государством чудовищной нищеты. Чудовищная нищета, замечательная питательная почва для экстремистских настроений. То есть, мы будем иметь все то же самое, только для того, чтобы там развивались негативные процессы, будут созданы все условия. Им никто не мешает, это наше государство, отвалите, мы у себя дома, мы делаем, что хотим. А что мы делаем? У нас огромное размножающееся население, международные гуманитарные организации, полезные идиоты из Европы, полезные идиоты из Америки, пришлют денег, пришлют вакцины, пришлют лекарства, все будет замечательно, 10 детей родилось, 8 выжило. Это все будет набухать, набухать, а потом оно взорвется и лопнет. Так какая, собственно говоря, разница, оно взорвется и лопнет, имея название палестинского государства, или оно взорвется и лопнет вот в этом полу-каком-то непонятном состоянии? Может быть, все-таки надо взять под свой контроль и эту территорию, ну, не территорию, а взять под контроль людей, которые там находятся, и процессы, которые там происходят? Я замолчал. Я был бы рад, если бы вы объяснили, что значит взять под контроль. С удовольствием. Я знаю, я понимаю, что я имею в виду, поэтому готово сказать. Я не знаю, как решить проблему, я знаю, что я имею в виду. Это будет немножко долго, но если вы задали вопрос, я готов на него развернуто ответить. Это Эстония. Да, я предлагаю, не падайте, на территории Ближнего Востока, на территории исторической Палестины создать Эстонию. Напомню, что такое Эстония. Они считают, что они прогласили себя в 90-м году, в 91-м году они получили реальную независимость. Значит, молодое государство, Эстония, с очень маленьким опытом истории своей государственности, с 18-го по 40-й год, 40% населения Эстонии, Эстонской социалистической спортики на момент, как он называл независимость, было не эстонцами. По-простому сказать, румскими, то есть русскоязычными людьми разных национальностей. 40% эти люди, прямо скажем, вот они проснулись в независимом эстонском государстве, это нафиг было не надо. Что делать? На мой взгляд, Эстония нашла близко к идеальному решению этого вопроса. Как она его решила? Как она его решила? В 4 пункта. Пункт 1. Человек любой национальности, любой, который родился там, там, в независимой истории, из Эстонии, извиняюсь, вот ее оккупировали летом 40-го года, а он родился в мае 40-го года, он получает эстонский паспорт, эстонское гражданство без вопросов вообще. Все. Мы не... В результате снимаются все обвинения по поводу расизма, национализма, этого самого там, апартеида, и чего угодно. Все. Мы не задаем никаких вопросов, негр, не негр, еврей, русский, родился на территории независимой Эстонии. Все. Ты гражданин Эстонии. Первое. Далее. Но таких очень мало. Большая часть русского, так по-простому говоря, русского, население Эстонии, это были понаехавшие. Те, кто... Ну, там была единая страна, туда приехали люди, кто по однобору, кто по распределению и так далее. Им было предложено три варианта. Не один, не два, три. Первый вариант. Ты получаешь подъемные. Боюсь ошибиться. Могут тебя ошибаться цифры, но деньги были гигантские. Они давали по 20 тысяч евро. Ну, это сейчас смешно, 20 тысяч евро. Тогда за 20 тысяч евро у меня в Самаре, в миллионном городе, можно было купить две квартиры. Пожалуйста, подъемные, поможем продать твое жилье, там как-то его выкупим. Пожалуйста, только уезжай к себе в Россию. Первое. Разорилась ли маленькая, крохотная, молодая Эстония на то, что выдавала такие громадные деньги? Нет, она не разорилась, потому что желающих воспользоваться оказалось очень мало. Дураков нет, все хотели остаться в Европе, а не ехать Сыктывкар. Далее, для тех, кто не хочет уезжать, предложено еще два варианта. Учишь эстонский язык до хорошего, серьезного уровня, сдаешь экзамен, экзамен по истории Эстонии, экзамен по Конституции, приносишь присягу верности эстонскому государству, получаешь эстонский паспорт. По этому пути пошла весьма малая часть. А все остальные, большая часть русскоязычного населения Эстонии получила статус постоянного жителя, то, о чем вы и говорили. Что уже реально, например, имеют арабы на территории Израиля. То есть, все социальные права, страховки, пенсии, медицинское обслуживание, право работы, создавать бизнесы, все, 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 все. Безусловно, правовая защита, ты можешь обратиться в суд, никто не имеет права тебя тронуть пальцами без решения суда и так далее, но ты освобожден от обязанностей служить в армии, защищать эстонское государство, и ты лишен права участвовать в выборах. Большая часть русскоязычного населения с огромным удовольствием пошла по этому пути. Я там жил, вы знаете, я там жил, я работал, причем именно там, на северо-востоке, практически поголовно русскоязычном, народ в полном шоколаде, зачем я буду учить эстонский язык, для бытового уровня, я опять слово знаю, и все, и они работают, пользуются всеми благами, ездят по всей Европе, и все замечательно. В чем я вижу самый, а вот теперь ядро, ядро, ядышко, в чем главная ценность и правильность, если так сказать, эстонского варианта. С самого начала было отбито, вот просто вот, половником по лбу, отбито любые разговоры о том, что на территории Эстонии мы создадим Россию номер два. Вот мы отрежем кусочек, там вот Нарва, Ихве, вот мы все лумя, вот отрежем кусочек и сделаем здесь Русскую Нарвскую Народную Республику. Нет, никакой России номер два на территории Эстонии не будет. Уже есть Россия номер один, и русский народ реализовал свой план на самом деле, создал свое государство. А дальше уже решался индивидуальный вопрос, отдельно конкретный человек и эстонское государство. И этот человек говорит, я хочу так-то построить мое отношение с вами, или от вас уехать, или выучить ваш язык, или просто жить как постоянный житель. Теперь имплементируем, красивое импортное слово, имплементируем это к израильской действительности. Пункт номер один должно быть твердо и ясно, просто не вызывая малейших сомнений, объяснено арабам, очень жестко, что здесь 19-го арабского государства, или 23-го, ну я насчитал 18 арабских государств, лиги арабских государств, их 22 числиться, 19-го арабского государства здесь не будет. У вас есть 18 государств, вы можете ехать в любой из них по вкусу. Здесь арабского государства от реки Ордан до воды не будет. А каждый из вас, каждый из вас лично и персонально может решать свою личную судьбу тремя указанными способами. Вы можете уехать в одно из 18 государств, куда мы там, в Саудовское Аравио, в Эмираты, где деньги ильются рекой. Или вы можете остаться здесь, в статусе постоянного жителя, который имеет все права, но не служит в армии и не голосует на никаких выборах. А то, что вы упомянули в самом начале, что они получают огромные пособия, платят крохотные налоги, это вопрос не политики, не геополитики, не экзистенционального выбора Израиля, это просто вопрос текущей работы парламента. Какие у нас налоги, какие у нас пособия, как это все балансируется. В любом государстве есть люди, которые хотят работать мало, получают много, государство это как-то регулирует. Это обычный рабочий процесс нормального государства. Но мысль о том, что здесь будет создано 19-е по счету арабское государство, должна быть просто исключена напрочь. Так, начнем с конца. Давайте. Арабы-палестинцы не принимают к себе ни беженцев, которые с 1948-1949 года живут там в лагерях и не имеют никаких гражданских прав. То есть то, что арабы получат подъемные, арабы из Палестины, назовем их палестинцами, и уедут в одно из 19 арабских государств, их туда не пускают, не хотят их туда пускать. То есть невозможно. Это во-первых. Во-вторых, я боюсь того, что в один прекрасный день произойдет то, о чем кричат арабы и сегодня, и в Палестине, и некоторые в Израиле, и все, и во всем прогрессивном, так называемом, человечестве, что они потребуют одно государство. One State. One State. Одно государство. Они этого требуют. Они уже не хотят два государства. Чем это кончится для Израиля, это совершенно понятно. Уже на сегодняшний день, если мы аннексируем все эти Иудею, Самарию и Газу, как новое требование, то арабов в этом общем, в большом Израиле станет 45%. 45%. И вот тогда на деньги их добродетелей они закажут 500 тысяч, миллион израильских флагов, каждый вывесит флаг и будут все кричать «Мы хотим стать гражданами Израиля». И они станут гражданами Израиля или мы превратимся в государство апартеида. Что хуже, не знаю. Честно говоря, не знаю. Можно ответить? Попробуйте. Я вас не перебил. Я очень хочу, признаюсь это публично, глядя прямо в камеру, хочу стать гражданином Швейцарии. Там говорят, очень красиво, я никогда не был. Но если я туда приеду и даже куплю на последние свои деньги израильский флаг и скажу, что я хочу стать вашим гражданином, я скажу, что извини, ты приехал в нашу страну, у нас есть законы, и в этих законах написано, как можно стать нашим гражданином. Изучи и становись. Или не ты ими будешь никогда. Они могут кричать, что они хотят стать гражданами Израиля сколько угодно. Израиль на своей территории имеет право принимать свои законы. И вот пока они еще не получили право голосовать, то израильские граждане, это прежде всего евреи и та часть нееврейского населения, которые лояльны Израилю, принимают законы. Они принимают законы, что все население и территория будет в статусе постоянного жителя, а не гражданина. Для примера, это тот статус, которым я уже без малого пять лет прожил в Украине. Мне было очень хорошо, комфортно, замечательно. Конечно, в последнее время подпортилось комфорта в Украине, но это понятно. Совершенно нормальный статус. Вы не хотите, значит, вы не хотите, но я не могу прийти, понимаете, и сказать чужой жене, я хочу быть твоим мужем, но мало чего ты хочешь, но у меня свой муж, моя семья, я приняла решение, что этот мужчина мой муж. Все, вопрос закрыт. Почему мы не можем последнюю, как я понимаю, вашу логическую цепочку, и тогда Израиль будет объявлен государством апартеидом. Да, безусловно, именно это произойдет. Здесь мы с вами полностью единодушны. Именно это закричат полезные идиоты по всему миру. И дальше, дальше, по-моему, как-то движется к логическому такому пункту. Дальше, нам, прежде всего, конечно, не мне, а гражданам Израиля, надо принимать решение, что хуже оказаться под огнем критики полезных идиотов каждый день выслушивать 125 резолюций принятых организаций объединенных наций или периодически раз в год оказываться под градом градов и ждать еще более тяжелых и кровавых последствий. На мой взгляд, ответ очевиден. Пускай не принимают свои резолюции. Резолюции ООН, как мы прекрасно знаем, во все стороны, в ту и в другую, какую угодно, не имеет никакой практической ценности, никакой практической реализации нет. Принять резолюции Совета Безопасности не позволят союзники Израиля, Соединенные Штаты, Великобритания, как страны, имеющие, да, я так предполагаю, имеющие право вето. Пускай принимают резолюции. Они уже, по-моему, приняли 600 чем-то антиизраильских резолюций, будет еще 750-я резолюция. Солдимен Шалахан, фамирн Гутмахан. Пусть люди смеются, а я буду делать то, что надо мне. Вот так я дело понимаю. С этим самым страшным объявлением о Израиле государственном апротеина. Вернемся в судьбу Южной Африки, где большинство, которая была, страна была, страну бойкотировали. То, что принимают резолюции, меня тоже очень мало волнует. Но если будет принято решение на экономические санкции против Израиля, то, что происходит сейчас с Россией, например, ну, Россия гораздо более богатая страна, то нам будет очень плохо. Мы живем на экспорте, экспортом. Если никто не будет покупать израильские товары, это очень может произойти. Если будут бойкотироваться и правительствами, и публикой наши товары, нам будет очень плохо. Мы на сегодняшний день, например, и не будут нам продавать. Но на сегодняшний день Израиль, например, производит сам лишь 50%, калорий, я имею в виду еду, которая нам требуется. То есть это опасно. Это во-первых. Во-вторых, русские в Эстонии, они, как вы их верно назвали, понаехали тут. В отличие от арабов западного берега, я все-таки считаю, это иудея и саморею, они не понаехали. это мы туда понаехали. Начиная с 67-го года, ну, вернее, с середины 70-х годов. В этом разница. И мир, цивилизованный, не только эти самые, не только полезные идиоты считают, что, поскольку мы их, мы туда пришли, а не они, не они, то у них должны быть права. Пускай они эти права определяют сами у себя. Кроме того, вы говорили о числе поселенцев, так план несколько иной. Дело в том, что большинство израильских поселенцев живут в конгломератах, которые довольно нужно просто огородить и присоединить физически к Израилю. Нужно будет предложить уехать оттуда только 15-20 процентов поселенцев. Каждый из этих поселенцев, которые туда приезжали, когда они туда приезжали, подписывались под обязательством исполнять все указания израильской военной администрации. Это произошло, например, в Газе. Израильская военная администрация приказала им покинуть. Я, кстати, до сегодняшнего дня не понимаю, зачем их силы оттуда вытаскивали. Господа, вы хотите жить за границей? Живите за границей. Мы объявляем, что Газа это не Израиль. Это действительно Газа не Израиль. Вы хотите жить за границей? Вы хотите жить в Газе? Вы хотите жить в Турции? Вы хотите жить в любимой вами Швейцарии? Я не имею права, даже если вы собираетесь уехать в Иран из Израиля и кричите это громкоговорителям по всему аэропорту, вот я еду в Иран, я еду в Иран, мы не имеем права вас задержать, право гражданина свободной страны жить, где он хочет, в своей стране или в стране, которая готова его принять. Так что, во-первых, это не 100%, а гораздо меньше. Комбинация всех этих факторов, то есть население, которое не понаехали, а мы туда понаехали, мы оттуда пришли, во-вторых, а, прошу прощения, я должен добавить еще, русские, русские не были врагами эстонцев, эстонцы их считали врагами, совершенно верно их считали врагами, но русские не собирались эстонцев, так сказать, подчинять российским законам, и население, которое не хочет изучать язык, это дело поколения, я уверен, что дети тех русских, которые там живут, они будут знать эстонский язык, они захотят быть полуправленными. Именно это происходит, да, именно это происходит, совершенно мягко. Я знаю, я изучал, мне было интересно, что происходит в Эстонии, и в Литве очень мало русских, в Эстонии, в Латвии, мне это было интересно, я изучал. То есть, решение вот какое, что же касается Градов и других ракет, то я думаю, что с прошлой недели, собственно говоря, это нужно было делать с самого начала. Я, я прошу прощения, я всегда это говорил, когда Израиль вышел из Газы, и когда обещали, что на каждую ракету мы ответим, а потом почему-то перестали отвечать, потому что вначале было мало ракет, а потом Хамас пришел к власти, стало много ракет, а Хамас нам нельзя ломать, потому что Хамас не дает возможности строить хоть какое-то палестинское государство. Так вот, после того, что мы сделаем в Газе, и мы уже начали это делать, то я не думаю, что кто-то в Иудее, Самарии захочет получить то же самое, потому что у нас уже есть опыт, и весь мир видит, что происходит, когда мы не отвечаем. Я хотел бы очень коротко, чтобы меня не подозревали в том, что я предпочитаю арабов, что я больше люблю арабов, чем я люблю евреев. Я, например, политически я поддерживаю план, который, ну, вы просили не называть имена, я не буду называть имена, но определенная израильская партия, у нее был план, кстати, до этого этот план был израильской партии труда, то есть, которые левые, 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 левые. Мне некуда, да. Да, я мог бы назвать это имя, но ладно, вы просили не называть. То есть, сначала этот план озвучила израильская партия труда, и этот план был такой, в обмен на конгломераты израильских поселений Вилдей и Самарии, мы же должны дать какую-то территорию, у нас мало территорий, мы должны это сделать, так мы отдадим территорию, на которой живут израильские арабы. в тех местах, где это близко к палестинской границе, то есть, отрезать тут, отрезать там, добавить дорогу и прикресток там, то есть, не выгнать их, не выгнать израильских арабов. отрезать вместе с куском тимон есть подробные планы, те, которые работают в Израиле, будут продолжать, если захотят работать в Израиле, то, что они набрали свои всякого рода капитал в пенсионных фонах и прочее, прочее, все, но они не граждане Израиля, они будут граждане палестинской автономии, это во-первых, то есть, никто меня не может обвинить в том, что я обожаю И во-вторых, мне это очень важно, меня совершенно не волнует, сколько арабов погибнет в Газе, совершенно не волнует, они это заработали, честно, я не хочу, чтобы там гибли израильские солдаты и граждане в Израиле на границе и за границей, то есть, вернее, далеко от границы и даже мы в городе к Форсаве, не знаю, слышали вы, во время нашей беседы было несколько взрывов, это, судя по тому, что я понимаю, это были взрывы ракет-перехватчиков, потому что... Нет, у вас тихое помещение, не услышал. Я сижу перед открытым окном и у меня здесь плохой микрофон в компьютере, который эти звуки не услышал, поверьте мне, было притико. Поверь, безоговорочно. Я тоже заметил, когда у меня сирена за окном в Киеве, она не слышна в этом микрофоне. Я вас понял, Миша, я вас понял, значит, здесь, ну, я не предлагаю, в первых, не предлагаю бесконечные беседы вести публичные, я только хочу вернуться к вопросу о тех... Значит, на первых, хочу все-таки проговорить, что с тезисом о том, что это евреи туда понаехали, я категорически не согласен, и это... Ну, это есть некоторая базовая вещь, которую, к сожалению, нельзя... Невозможно найти общую какую-то компромиссную формулу. Я считаю, что евреи туда приехали абсолютно законно. Абсолютно закон, они не понаехавшие. Ну, это просто вещь, надо зафиксировать здесь у нас с вами, имеет место разногласия. Оно не имеет рационального разрешения. Вот. А что касается экономических санкций, это вещи, которые можно считать, которые можно считать, анализировать, и просто спокойно с калькулятором китайским или другим выяснить, что к чему и будет. Что мы видим? Вот сейчас полтора года как против России введены санкции. уже, по-моему, достаточное количество публикаций экономистов, что российская экономика к огромному моему сожалению, конечно же, и удивлению, не рухнула. более того, там все достаточно, по крайней мере, пока стабильно. И в частности, в частности, в частности, выясняется очень простая вещь. Рынок нельзя ни сломать, ни отменить, ни обмануть. Если субъект А хочет купить товар с субъекта Б, то нужно положить колоссальные усилия, чтобы этого не произошло. Так было в Советском Союзе, вроде бы, все нормировано, фонды, лимиты, госплан, рынок свое берет. Если кому-то нужна российская нефть, находятся пять перекупщиков, которые это дело делают. Если как-то кому-то в Москве надо покупать этих самых устриц или креветок, то Беларусь стала главным производителем креветок в мире. Поэтому я думаю, что покупатели, которые пользуются израильскими товарами и израильскими услугами, а я напоминаю, просто все понимают, но все-таки надо напомнить, что услуги в 21 веке это не то, что официант себя обслуживает, это компьютерные программы, которые делаются в едином интернет-пространстве, какие могут быть санкции, которые могут помешать израильскому программисту разрабатывать программу для японской компании, которая делает лопатки и турбины для американской компании. Это все в 21 веке достаточно сложно. Кроме того, кроме того, кроме безумных стран, в которых сильны полезные идиоты, это важно, это мы видели последние два года, есть страны Восточной Европы, есть молодая Новая Европа, есть страны вот этой самой двадцатки, ну вот страны бывшего третьего мира, которые стремительно превращаются в первый мир, это Юго-Восточная Азия, это Бразилия, которых, насколько я понимаю, полезных идиотов не так много, ну, они строят свою экономику, свою жизнь, свою страну, и мне, когда идиотством заниматься, и я не думаю, хотя понятно, что мое недума немного весит, это должны считать экономисты, я не думаю, что даже в самом худшем варианте, если действительно удастся протащить какое-то решение международных организаций о каком-то бойкоте Израиля, на том основании, что оказывается арабы, которые получили израильскую медицину, о чем мечтает половина населения Земли, они получили израильскую медицину, они получили израильские пенсии и пособия, они получили израильскую инфраструктуру с этими великолепнейшими дорогами, лучше, чем в Германии, просто заявляю, лучше, чем в Германии, и им только что, им не разрешили голосовать на выбор в Кнесет и разваливать по глупости свои то государство, которым это все плюшки даны. Если даже сила полезных идиотов будет столь велика, то я думаю, что в современном мире еще, повторяю, есть новая Европа, есть поднимающиеся страны бывшего третьего мира. 7 тысяч израильца найдут сбыты для своих товаров и своих услуг. И это вещь, которая, на мой взгляд, имеет смысл посчитать. Что вы можете считать нужным, возводите добавить? Ну, во-первых, право селиться на земле отцов, насколько я понимаю, это ваше... Нет, конечно, нет. Миша, ну зачем? Вы прекрасно понимаете, что я... Нет, я поясняю. Я человек абсолютно светского образа мыслей. Я ни разу, заметьте, ни в своей, допустим, вчерашней, ни в предыдущей, никаких никогда-то публичных лекций или текстов, никогда не упоминал никаких библейских текстов. Сказания, чрезвычайно красивые, интересные сказания древних пастухов не имеют никакого отношения к жизни. Право евреев жить на этой земле определяется тем, что они три раза или четыре раза победили в войне, которую им навязали те, кто противился выполнению решений Лиги Наций, Организации Объединенных Наций и так далее. Право евреев жить на этой земле ничуть не меньше, чем право чехов, простите вы меня, называть Карловы Вары, в которых я недавно был, Карловыми Варами. Вообще, это Калсбат. А мирянские лазни — это Мариенбат. Но немцы проиграли войну, и все, и вопрос закрыт. Итальянцы тоже проиграли войну, и несколько сотен тысяч итальянцев выгнали с Адриатики. Ребята, вы навязали войну, вы начали агрессию, и вы огребли по самые уши. По всем нормам и понятиям, тем нормам и понятиям, на основании которых возникли границы всех сегодняшних государств, это исчерпывающий ответ о том, имеют ли право израильтяне жить на земле, которую израильская армия освободила. Но в данном конкретном случае освободила иорданской оккупации, даже не от палестинцев каких-то, а от иорданской оккупации. Я абсолютно не про сказания древних пастухов, хотя я уважаю людей, которые считают, что это боговдохновенный текст. Для меня это сказание древних пастухов. Я прошу прощения, я ошибся. Я не знал, как это вы и ваше. Спасибо за разъяснение. А что касается экономических санкций, то в Израиле есть процессы, которые... Ну, это тема для совершенно другой беседы. Я не думаю, что она относится. То есть у нас есть проблемы, которые не относятся к арабам. Из-за которых все больше и больше наших умных и богатых людей покидают Израиль. Но мы не будем об этом сейчас говорить. Я просто думаю, что с введением санкций их станет все больше и больше. Но, опять же, это будущее. О нем не имеет смысла сейчас спорить. То есть нужно планировать. но не вы докажете мне, то есть вам не будет. Не я докажу вам. Я думаю, что я... Надеюсь, что я достаточно ясно выяснил. А, и я хочу жить в еврейском государстве. Я не хочу жить в государстве, в котором очень быстро, больше половины населения будут не евреи. Вы уж простите такой. Это не шовинизм. А это будет, если мы их присоединим. Это, наверное... То есть это совершенно понятно. Уже сейчас 45%. А когда они еще получат все те прелести, которые очень хорошо описали, здравоохранение и прочее, и прочее, то совершенно понятно, что их уровень деторождения вырастет. То есть это будет быстро, скажем так. А евреи начнут уезжать отсюда. Тем более, что у многих есть паспорта хороших стран. То есть они могут это сделать. А мы не можем присоединить уши одного к носу другого? Понимаете, это самое, Чехова, извиняюсь, Гоголя. Возможно, возможно, может найтись, и, по-моему, они есть, арабские государства, которые готовы их немножечко так себе забрать. По-моему, также Саудовская Аравия сейчас активно работает, над тем, чтобы приобрести статус мировой державы, способной к всеобщему удовлетворению и по воле Аллаха решить мировые проблемы. Это заметные амбиции нынешнего. Назовем это словом, руководство Саудовской Аравии исключается. Возможно, что с кем-то из меняемых арабов, арабских государств, можно договориться о том, чтобы они все-таки так половиночку забрали к себе, тем более, им страшно нужны рабочие руки. У них же денег много, и работать-то некому, куда эти миллиарды девать? Мне же нельзя скушать. Палестинские арабы работали, очень много их работало и в Ираке когда-то, и в Саудовской Аравии, и в других местах им не давали гражданство. Они там были на статусе гастарбайтера, причем не такие, как в Германии гастарбайтеры, то есть им довольно значительно хуже. Я просто, я не знаю, я не знаю, какие арабские страны, на сегодняшний день арабские страны не хотели принимать палестинцев, никогда, а те, которые приняли, держали, как я рассказал вам, в лагерях, в лагерях беженцев и не давали им никакого статуса, и не давали им возможности работать в престижных профессиях. Окей. Когда мы, почтеннейший публика, докладываю вам, когда мы с Мишей обсуждали, ну, клятся вообще время не положено, клятся, я предложил, что вот просто я буду задавать вопросы, а Миша будет высказывать свою позицию, чтобы не делать из этого диспут. Ну, в общем, по-моему, мы к диспуту и пришли, что с другой стороны не так и плохо. Значит, я абсолютно все, что хотел сказать, сказал. я думаю, что более-менее для тех людей, которые, ну, естественно, наша основная часть нашей аудитории, это, конечно, не граждане Израиля, возможно, им что-то стало понятнее. Уважаемый Миша, если вы что-то еще считаете нужным дополнить, пожалуйста, у вас неограниченное количество эфирного времени. Нет, нет, я не думаю, что, я не хочу растягивать тему в направлениях, которые раньше в ней не появлялись в этой беседе. Нам есть о чем поговорить, нам есть о чем поспорить, и тем более, что меня очень поражает, что когда вот два еврея беседовали между собой, были озвучены лишь два мнения. Ну, должны были быть пять мнений. Не дотянули, не дотянули. Окей. Ну, это же относится к двум умным евреям. Окей, хорошо. Уважаемый Миша, огромное спасибо, огромное спасибо. Я думаю, что ваш рассказ, ваша позиция помогла зрителям что-то понять дополнительно к тому, что они уже знали. Большое вам спасибо за потраченное время. Вам, почтеннейшая публика, спасибо за внимание.